Новости Северного Сахалина Новости Северного Сахалина 46 музыкальных номеров представлено на суд зрителей и жюри музыкального фестиваля «Звезды Северной столицы». Фестиваль народного творчества прошел в Ахе в минувшие выходные. В Ахе прошел фестиваль народного творчества «Звезды Северной столицы». 46 музыкальных номеров представлено на суд зрителей и жюри. Фестиваль – настоящий праздник. Участники – творческие коллективы и исполнители из Паранайска, Ногрик и Ахе. Каждый год конкурс собирает представители определенного жанра музыкального искусства. В этом году среди номинаций было еще и изобразительное искусство, а на сцене царствовали вокалисты. Было четыре номинации вокального жанра – джазовый, народный, академический и авторский. Евгений Кафанов стал ярким представителем авторского вокала. В его исполнении прозвучали сразу две песни собственного сочинения, одна из них даже стала гимном фестиваля. Евгений стал победителем в своей номинации. Выступление оценивало компетентное жюри. Все повышается и повышается градус этих впечатлений. И могу сказать, что в этом году, и вы видите и слышите озвученные результаты, гран-при получил хоровой коллектив. Это очень отрадно, это замечательно. Я, правда, являюсь представителем народного пения, народного хорового искусства, но мне всегда приятно осознавать, что возрождаются наши жанры, наши традиционные жанры. Это «давайте будем петь вместе». Отборочный тур шел в жестком режиме несколько часов. Несмотря на волнение, все без исключения номера покорили как зрителей, так и жюри. Но для участия в галоконцерте были приглашены лучшие из лучших. Польные пузырьки Польные пузырьки Не сдают звучать Польные пузырьки С ними будем здесь и сейчас Польные пузырьки Польные пузырьки У вас какой ансамбль, как называется? Задоринки. Задоринки? А где вы учитесь? Кто вас обучает? В музыкальной школе Лариса Александровна. Мы играем в коллективе «Резонанс». Мы вчера играли песню «Батька Атаман», и сегодня будем играть тоже ее. Ну, рассчитываем хотя бы на второе, первое место. Да, мы с музыкальной школой. Ваш педагог? Наталья Александровна Бахтарова. Я думаю, рассчитываем на первое место все же. Ну, думаю, победим, попытаемся. Самыми яркими звездами северной столицы, по единодушному мнению, стали ахинцы. Гран-при абсолютного победителя конкурса получил хор «Хоршее настроение». Инициаторами проведения фестиваля еще несколько лет назад стали администрация городского округа и компания «Эксоннефтегаз Юнитед», оператор проекта «Сахалин-1». Подведены итоги, определены конкурсанты, которые победили на этом фестивале. Пусть общее направление в развитии культуры, творчества, вокального исполнения объединяет всех, всю молодежь северного Сахалина. Пользуясь случаем, разрешите мне, от лица всех жителей городского округа Ахинский, поблагодарить компанию «Эксоннефтегаз Юнитед», начебное предприятие корпорации «Эксонмобил», оператора проекта «Сахалин-1», на многолетнее правоотворное сотрудничество, и в организации и проведении открытого муниципального фестиваля народного творчества «Звезды Северного Сахалин» и вручить им благодарственное письмо. Я от имени компании «Эксоннефтегаз Юнитед», оператора проекта «Сахалин-1», хочу поздравить нас всех за то, что мы погрузились в этот огненный шар, удивительной энергии, доброго творчества и талантов. Я поздравляю нас всех, благодарю наших партнеров, администрацию городского округа Ахинский, Ахинский районный дворец культуры. За долговременную поддержку желаю нам новых побед и рождения новых звезд в Сахалинской. Я с утра урока жду, День сверя я по часам, Но когда я к нас приду, И учить девчонка тосток там к нам. Вот забрала, В душу чарует и ты, Танеша, Пойте вместе с нами, Пойте вместе с нами, Пойте с музыкой, Да ты, Пойте. В единый день голосования, 18 марта, жители Ахи выбирали не только президента Российской Федерации, но и два лучших, по мнению проекта, по благоустройству общественных территорий, которые будут профинансированы за счет областных средств. Всего администрации округа на голосование было предложено пять проектов. Они касались благоустройства сквера возле Дворца культуры, территории, прилегающей к Краеведческому музею, площадки возле Центра реабилитации несовершеннолетних родник, спортивной площадки по улице Ленина и реконструкции городского парка. В списке для голосования было внесено более 20 тысяч человек. Правом выбора воспользовалось 8 459 ахинзов. Вполне ожидаемо, большее количество голосов в 4 028 получил проект благоустройства городского парка. Парк находится в заброшенном состоянии уже много лет. В прошлом году там сделали освещение, на этом благоустройство завершилось. О создании там настоящей зоны отдыха ахинцы слышат уже много лет. Тема парка звучала уже в нескольких избирательных кампаниях. Но только сейчас жители округа могут рассчитывать, что парк как общественная территория преобразится. Предварительная стоимость работ 250-300 миллионов. Смечники сейчас подсчитывают необходимые объемы и стоимость работ. Также обсчитывают и второй проект, который победил в Ахе. Это обустройство детской площадки по адресу Ленина, 17. Этот проект набрал 1589 голосов. В детском саду Буратино прошла интеллектуальная олимпиада дошкольников УМКО. За звание самых умных и сообразительных боролись 8 команд из различных садов района. УМКО 2018 состоялась в детском саду Буратино. Ежегодная интеллектуальная олимпиада дошкольников становится ярким событием в жизни будущих первоклассников, их родителей и педагогов. В этом году сразиться остротой ума собрали 40 воспитанников подготовительных групп из 8 детских садов. Интеллектуальная олимпиада дошкольников проходила в игровой форме. Вместе с детьми играли и учились сказочные персонажи Нихачуха и Лентяйкин. Участникам было весело, да и активные пятиминутки не давали детям заскучать. Но в первую очередь УМКО – интеллектуальная олимпиада, а значит все внимание выполнению заданий. Ребята 6-7 лет применяли свои знания в нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. Олимпиада очень понравилась, детки были молодцы, все были яркие, красивые, по знаниям показали результаты, ну хорошие результаты показали, да, по знаниям. То есть, ну и есть над чем работать, конечно. Мероприятие замечательное, яркое, красивое. Для детей, конечно, это определенный шаг в мир научных знаний. Я думаю, что впоследствии они обязательно будут трудолюбивыми, терпеливыми. А для родителей это стимул для того, чтобы развивать своих детей. Всего было шесть заданий. Из них три коллективные, а три индивидуальные. Они были направлены на развитие памяти, внимания, мышления, воображения и речевых навыков, от уровня которых во многом зависит успешность обучения в школе. За определенное время ребята должны были нарисовать узор на коврике под диктовку, а значит, они должны хорошо знать геометрические фигуры и ориентироваться в пространстве. Им предлагалось определить предметы, названия которых начинались на определенную букву. Участникам необходимо было решить необычные математические примеры, где вместо цифр были фигуры, а также подобрать ключ к замочной скважине, нарисовать недостающий фрагмент в логической цепочке и определить представителей растительного и животного мира, которые обитают на острове Сахалин. Ну мне все понравилось. А что имя? Там было много разных животных и растений. А там был герой в середине, он держал букву. И на эту букву надо было найти животное и растение. Мне это встание показалось самым интересным. Мне не понравилось то, что когда мы занимались вчера, что Полина наклеила белым дверью, что у нас он живет. А понравилось мне все. Задания для юных интеллектуалов непростые. После каждого конкурса жюри подводила итоги. В составе конкурсной комиссии были представители от управления и учреждений образования, педагоги начальной школы. Называли победителей и вручали подарки на следующий день. Победителем интеллектуальной олимпиады дошкольников УМКО-2018 стала команда детского сада «Снегурочка». На втором месте – воспитанники «Родничка». На третьем – дошколята из «Золушки». Призеры были награждены грамотами управления образования и медалями. Но благодарственные письма и подарки получили все без исключения дети. Помимо командных, дошкольникам были предложены и индивидуальные задания. По результатам первое место завоевал Арсений Ишутин. На втором – Полина Кутько – воспитанники детского сада «Родничок». Третье место присвоено Анне Ильиной – воспитаннице детского сада «Золушка». Кроме того, за выполнение индивидуальных заданий поощрения получили Матвей Сухарев – детский сад номер 10, Богдан Гайнулин – детский сад номер 20 и Илья Сидоренко – детский сад номер 1. Ежегодно символ интеллектуальной олимпиады – плюшевый медвежонок «Умка» меняет место обитания. Теперь он переедет в детский сад номер 5 «Звездочка», где будет проходить «Умка-2019». Под надежной охраной порядка 150 объектов в районе в рабочей зоне отдела вневедомственной охраны «Ахим». В задачи подразделения входит охрана стратегических объектов, имущество граждан и предприятий. Под надежной охраной Ахимского отдела вневедомственной охраны порядка 150 объектов в районе. В задачи этого подразделения входят патрулирование улиц и выезды на задержание. Но основная функция – охрана стратегических объектов, имущество граждан и предприятий. Сегодня в отделе открыты 4 вакансии, на которые руководитель приглашает отслуживших в срочную службу мужчин в возрасте до 35 лет. «Один из наших сотрудников ушел у нас в заслуженную воду. Один перевелся, тоже он был с Паранайска, перевелся. Вот в связи с чем у нас образовалась вакантная должность. Сегодня у нас вакансия, значит, имеется на 4 сотрудника. Кандидаты есть, но у нас есть определенные требования, связанные именно с сложностью с этим. Мы не можем человека с улицы брать. Чтобы принять на работу, нужно пройти определенную процедуру. И самое сложное для многих – это пройти военно-врачебную комиссию в Международном Сахалинске. Это очень сложно, далеко, затратно, тебе надо ехать, за день там не пройдешь. То есть есть определенная сложность в этом. И у многих, к сожалению, вот эта проблема возникает финансово. Там надо ехать, пожить там несколько дней, это, вы сами понимаете, жить в гостинице дорого. Ну, есть определенные сложности. И в связи с этим у нас возникает, именно вот эта проблема существует. Но кто, как сказать, себя видит именно в наших структурах, эта трудность их не пугает. Отдел вневедомственной охраны входит в структуру войск Национальной гвардии России. В отличие от частных охранных предприятий, подразделение имеет право при охране объектов применять оружие и задерживать преступников. Наверное, поэтому в последние годы посягательств на охраняемый отделом объекты практически не было. И вот здесь необходимо отметить, что тарифы по договорам охраны объектов профессиональными бойцами совсем небоснословные. И вполне могут конкурировать с частыми охранными предприятиями. В пользу случая хочу обратиться к гражданам, жителям Ахринского района. Пускай обращаются. Мы сегодня, в принципе, ценовая политика у нас немного изменилась в лучшую сторону. Сейчас мы охраняем по СДЖСМ-каналу, телефонную линию от мужа, почти что отказались. То есть она недорогая и легко доступная. Я считаю, что государственная структурная охрана предприятия намного надежна и всегда можем приходить на помощь при необходимости, окажем профессиональную услугу. Завтра, 27 марта, в России отмечают День создания войск Национальной гвардии. Теперь этот день стал профессиональным праздником отдела вневедомственной охраны. Хочу поздравить личностям, пожелать им здоровья, благополучия, семейное счастье, чтобы они никогда, как говорится, не отступали от своих принципальных задач. То есть если нужно помогать людям, оказывать помощь, обязательном порядке, чтобы всегда работали, как говорится, с большей отдачей, чтобы они никогда не сомневались в своих поступках. Еще раз поздравляю с праздником, желаю всего наилучшего. Разумейка мы ждем в среду, 28 марта, в программу «Серьезный разговор», где он даст свои комментарии. Виталий Сафронов разыскивает свою сестру Галину Сафронову, это ее девичья фамилия. Сейчас ей должно быть примерно 65-68 лет. У него на память о сестре только ее детская фотография. Их разлучили в раннем детстве. Если кому-то что-либо известно о Галине Сафроновой, позвоните по телефону 8-900-511-63-94. 27 марта в Ахинский район прибудет икона с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца. С 12.30 до 13.00 икона будет находиться в молитвенной комнате в Центральной районной больнице. С 15.00 до 16.30 в следственном изоляторе. С 17.00 до 20.00 в приходе преподобного Сергия Радонежского. 28 марта в 10.00 всего на полчаса икону привезут в приход великомученика Георгия Победоносца в село Тунгор. В школе номер 7 проводили зиму. Народные забавы провели для младших школьников. Чучело не сжигали, но блинами угощались. Подробности в репортаже. Незадолго до общегородских проводов зимы педагоги школы номер 7 устроили для учащихся начальных классов свой праздник Масленицы с традиционными русскими забавами. На праздник собралось немало детей. Всюду смех и веселье. Праздник начался с театрализованного представления в актовом зале. При этом в выступления активно вовлекались юные зрители. «Измите сeee» «Измите с коли я вовлекался в педагогах. Б evidenцем и веселья не делят в педагогах». После подошло время спортивных состязаний. Здесь были и бег цепочка, эстафеты по туннелю, перетягивания канаток, конкурсы на ловкость и меткость. Мы не успели провести Масленицу в положенное время, так как был карантин, поэтому решили отложить его до первого дня каникул. Масленица славится тем, что это народное гуляние прежде всего, поэтому мы детей стараемся познакомить с традициями нашего государства, чтобы они больше знали. По ежегодной традиции праздник завершился чаепитием с блинами, которые испекли школьникам их бабушки и мамы. Впереди городские проводы зимы, которые состоятся на центральной площади города. Остается дождаться, что после официальных проводов холода окончательно уступят место долгожданным всеми солнцу, зелени и теплу. Очередные уже традиционные соревнования среди нефтяников по подлёдному лову на этих выходных собрали рекордное количество участников. Заявилось 37 команд по 3 человека. Мерились уловом на заливе Байкал около села Москальво. На заливе Байкал около села Москальво состоялись соревнования по подлёдному лову между работниками подразделений Общества Росневца «Халенмурнефтегаз» и сервисных предприятий. Желающих принять участие было много – более 100 человек. В итоге соревновались 37 команд по 3 человека. Корпоративная рыбалка проводится по определенным правилам. Разработано стандартное положение, где прописаны все нюансы. Самое главное – рыбаки должны ловить рыбу из одной лунги одной удочкой. Все, кто рыбачил до начала соревнований, пожалуйста, рыбку сложили в пакетик и принесли к судям. Если будет заметено и поступит жалоба от участников соревнований, что рыбу пронесли на заграждение, команда будет сниматься с соревнований. В этот год судьи как никогда злы и выспались и будут с вами, будут контролировать. Пока располагались до начала соревнований. Одному из судей было задание заснять рыбаков, которые наловили рыбку. Поэтому, если что, есть компромат. Поэтому, пожалуйста, не пользуйтесь вот этим ненужным мухляжом дополнительной рыбой. Прикормку можно? Прикормку можно, пять крючков можно, одна удочка, одна удочка только в работе, ни две, ни три. Одну смотали, следующую размотали и рыбали. На соревнования отведено два часа. За это время необходимо приготовиться, пробурить лунку и наловить рыбы. В зачет идет весь улов, независимо от вида рыбы. Корпоративная рыбалка проводилась на огороженной территории, все были на равных условиях. Чего ждете от сегодняшних соревнований? Позитива, настроение, отдыха хорошего, спортивного азарта. Это как больше хобби, это здоровье. И азарт тоже присутствует. Вон уже наш капитан, команда уже что-то поймала, тянет. Настроение отлично, погода хорошая, народу есть сколько-то много. Хочется большое спасибо сказать, тот, кто организовал все это, РЕН, Сахалин, Мург, НИГАЗ. И также наши профсоюзные организации, в которых я тоже состою. Первичная профсоюзная организация, где у нас возглавляет Сергей Викторович Фадеев. Ну и так, что у меня, то, что сплоченность, наверное, людей, все даже семьями выехали, все в выходной день. Никто не остался дома, как обычно, отдыхать, все рано встали, собрались на рыбалку, поехали. Азарт участников, дружелюбный настрой, хорошее настроение и неплохой улов. Таков итог соревнований. Результаты рыбалки сильно отличались у всех команд. Видимо, свою роль сыграл опыт, а может быть, удача. По результатам взвешивания самыми удачливыми рыбаками стала команда Первичная профсоюзная организация обособленного подразделения управления магистральных нефтегазопроводов. Вес пойманной рыбы – 25,5 килограмм. На втором месте любители подлёдного лова обособленного подразделения управления магистральных нефтегазопроводов. С уловом почти 19 килограмм. Завершает тройку лидеров рыбаки Ахинского филиала общества «РН-Сервис». Команда поймала 18,5 килограмм рыбы. Кстати, самый маленький улов данных соревнований – 700 грамм. Но независимо от количества пойманной рыбы, призы получили все участники. Им выданы денежные сертификаты на приобретение снасти в рыболовецких магазинах. С каждым годом количество любителей зимней рыбалки растёт в разы. Сколько же участников будет в следующем году? В минувшие выходные в городском парке прошло первенство детской и юношеской спортивной школы по лыжным гонкам, в котором приняли участие более 100 спортсменов. В течение двух соревновательных дней лыжники соседались на дистанциях от 500 метров до 10 километров – классическим и свободным стилем. Призёры соревнований определялись по сумме времени на двух дистанциях в своих возрастных группах. Чемпионами стали Милена Ерошенкова, Сергей Шкутко, Наталья Шевченко, Максим Горшенин, Екатерина Гайфулина, Данил Нечипаренко, Эльвира Канаева, Степан Хомик, Леонида Кармась, Дмитрий Встифеев. Призёры соревнований награждены грамотами и медалями детской и юношеской спортивной школы. 24 марта в Южно-Сахалинске прошёл чемпионат и первенство области по Техвандо МФТ. В нём приняли участие 120 человек, в том числе 9 борцов из Ахи. Чемпионом в своей категории стал ахинец Матвей Бородин. Серебряные награды также у ахинцев Даниила Баранова, Максима Софиулина, Руслана Сухинина и Семёна Бондаренко. Бронзу привезли Евгения Свериденко, Максим Софиулин и Владислав Горошко. А на сегодня это все новости нашего выпуска. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.